Мы пойдем другим путем, решил Александр Войтинский, которого широкая аудитория знает по черной молнии. И на крыльях творческого подъема режиссер улетел в Таиланд на несколько месяцев. Прихватил с собой Веру Брежневу, сломав ей весь гастрольный график. И Сергея Светлакова, из-за чего тот даже пропускал обязательные еженедельные занятия. Прожектор Пэрис Хилтон. Картина джунглей снимается в джунглях и на потрясающей красоты пляжах, что приятнее. По фильму на фоне таких великолепных пейзажей у семейной пары, приехавшей отдохнуть на экзотические острова, происходит выяснение отношений. Ситуацию осложняют дикие племена, которые имеют виды на двух белых людей. Если говорить прямо, то джунгли могут быть разные. Метафору можно провести. В данном случае это джунгли человеческих отношений. Ну вот, это с моей точки зрения. Но, тем не менее, развязка человеческих отношений происходит в настоящих джунглях. О как! Эту картину никак нельзя обозвать авторским кино. Это фильм, на который пойдут абсолютно все. Из-за двух всеми любимых лиц в кадре и из-за всеми вожделенных солнца и моря. Делать смешно, красиво, технологично и правильно, русской съемочной группе помогают десятки местных специалистов. Или, как говорили в свое время, иностранных товарищей. Я работал на множестве американских фильмов. Например, таких, как «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок. Но вы знаете, «Джунгли» — это русский проект, это новое для меня. Но я влюбился в сценарий, он очень смешной. Иногда на съемочной площадке я немного расстраиваюсь. Русские актеры шутят, смеются, а я не понимаю, что происходит. Для меня очень большая честь познакомиться с Сергеем Светлаковым и Верой Брежневой. Вы знаете, иногда, когда работаешь с американскими звездами, это может быть немного сложнее, а эти двое даже некоторые трюки исполняют самостоятельно. Они принимают этот удар. Площадка ведь не самая простая, но все эти опасные насекомые, и здесь просто адски жарко. Мне пришлось, не то что пришлось, я с удовольствием готовилась к картине, и это был такой приятный подготовительный процесс. Я училась некоторым видом, вообще незнакомым до этого для меня. Я занималась с тренером по стрельбе из лука, и чуть-чуть осваивала азы бокса, и даже не бокса, не знаю, драться училась правильно. Студия СТВ работает и с артхаусным кино, и с мейнстримом. Но что было угадано Сельяновым совершенно точно, это анимационное направление. Иван Царевич и Серый Волк собрал на родине почти 25 миллионов долларов и стал самым кассовым российским мультфильмом.